Здравствуйте, друзья мои! На библейский портал Экзегет поступил вопрос, почему Христос сам не написал Евангелие? Действительно, это очень странно. Мы, конечно же, особенно люди нашего поколения вспоминают сюжет из романа «Мастер и Маргарита», знаменитые слова, которые говорит Ешуа Ганоцери Понтию Пилату, но мы должны понимать, что этот персонаж литературы никакого отношения не имеется к Господу нашему. Почему Христос не писал Евангелие? Ответ на самом деле очень простой, потому что он сам был Евангелием, он сам есть воплощенное Слово, он сам есть Евангелие, благовестие. И когда Понтий Пилат спрашивает его, что есть истина, помните Христос, который активно участвовал в дискуссии, и некоторые его фразы были довольно обстоятельными, он тут молчит, потому что он и есть истина. Он и есть истина, он и есть добро, и он и есть красота, потому что он есть Господь, сотворивший землю и небо. Он и есть творец этого мира, автор этого мира. И в Евангелии Танна он очень четко определяет свою миссию, почему он пришел, почему автор этого мира воплотился, стал человеком, то есть персонажем своего собственного произведения. Мы ведь живем в этом мире, не просто топчем землю, а мы часть его замысла, то есть его литературного произведения, если хотите, или музыкального произведения. Мы часть романа или часть песни, мне ближе, конечно, музыкальный образ. Может быть, это какая-то опера с трагическим финалом. Можно по-разному это осмыслять, но он, автор этого мира, автор этого произведения, становится частью этого произведения. Для чего? В Евангелии Танна в 10 главе он говорит, «Я пришел, чтобы вы имели жизнь и имели с избытком, потому что он есть жизнь, он есть живое». И мы это особенно остро ощущаем и переживаем, когда сами чувствуем, что наш сосуд жизни не прохудился. Особенно люди, которые переживают депрессию, например, отчаяние, сложные жизненные обстоятельства. Если еще и жизнь наша безбожна, благополучна, но безбожна, внутри появляется страшная пустота, потому что жизнь, подлинная божественная жизнь, жизнь вытекает из нас по капле, а иногда стремительно водопадом, если мы совершаем, например, какой-нибудь грех, который называют смертным. Почему такие грехи называют смертными, такие поступки называют смертными? Потому что человек похож на какой-то сосуд, в котором держится эта сила жить. И вот своими поступками мы способны, что ли, дырявить этот сосуд, и жизнь из нас начинает вытекать по капле. Это очень хорошо чувствуют некоторые люди, более-менее внимательные к своей внутренней жизни. Хотя можно стать таким духовным трупом и продолжать жизнь достаточно успешно, даже и благополучно, но внутри будет уже просто склеп полный костей, гробы поваплены, как Господь говорил. Поэтому ему не нужно было удваивать себя. Он доверил написание Евангелия своим ученикам. И для меня, например, это жест высочайшего доверия и чести, и уважения, которое Господь к своим ученикам, в том числе и к нам, кстати, проявляет, потому что мы все его ученики. Знаете, Корнейчуковский обращался к своим детям таким оригинальным образом, говорил «Мои уважаемые дети, мои многоуважаемые дети». Вот из уст Чуковского наверняка это звучит, может быть, как-то несколько комично или игриво, но если бы Господь это сказал, а Он это сказал своим доверием, наверняка это звучит с предельной серьезностью, потому что Господь ждет от Своих апостолов служения. Он им доверил написать Евангелие. Евангелие были написаны, и мы осмысляем этот труд апостольский, синергийный труд. Это замечательное слово греческое «сюн эргон». Эргон – это работа, а «сюн» – это вместе с кем-то, частица или приставка «эс». Работать с кем-то. Соработничество – прекрасный перевод. Так вот, Евангелие написано в соработничестве, потому что даже сам способ написания должен быть богочеловеческим, потому что Господь – это богочеловек. Это Бог по всему, и человек самый настоящий. И человечество и божество соединены в нем неслитно, неизменно, нераздельно, неразлучно. Это халкидонская формулировка. И вот, когда мы видим в росписи храмов или на иконических изображениях лики апостолов, евангелистов, обязательно обратите внимание на присутствие в этом изображении ангела или Духа Святаго, например, в изображении Иоанна Богослова, которому как будто нашептывает на ухо или ангел Господень, или сам Господь, или присутствует в этом изображении Дух Святой в виде голубя. То есть это не просто запись, которую оставил тот или иной литератор, тем более, что мы видим, что их литературные способности, даже владение греческим языком, очень хорошо прочитывается современным текстологам. Например, евангелист Иоанн Богослов, очевидно, плохо владел греческим. Вся лексика Евангелия Иоанна составляет тысячу слов. У нас даже подростки обходятся с словарным запасом, где-то в четыре тысячи слов. А евангелист Иоанн плохо знал греческий. Но именно это помогло ему наиболее точно сформулировать те истины, откровения, которые он услышал от своего учителя, как это бывает часто у людей, которые заикаются. Например, историк Василий Осипович Ключевский заикался. И это приучило его оттачивать свои лекции таким образом, что это завораживало аудиторию многоликую, очень требовательную. Но работа, внутренняя работа историка, лектора, педагога Ключевского над своим словом, над своим речью, сознанием своего изъяна, что ли, она выдала речь более густую, более ясную и точную, чем речь многословных вити, которые не стеснены никакими речевыми изъянами. И вот Иоанн Богослов был избран Господом для этого служения. Именно он, именно его Евангелие такое простенькое для человека, который привык читать, например, Платона или Марка Аврелия. Оно очень простенько выглядит. И любой студент-первокурсник факультета античных языков и литературы уже способен прочитать это Евангелие. Тем лучше. Господь доверил написать, причем, четыре Евангелия. Они все очень разные. Хотя, вчитываясь, мы понимаем единство этих текстов. Они все об одном. Но там разнятся детали, характер, акценты. И чем чаще мы читаем Священное Писание, тем больше влюбляемся именно в эти удивительные мелочи, в которых выступает не только Слово Божие, но и характер самого Евангелиста. Вот что важно. Поэтому для нас Евангелие – это вечная книга. И я думаю, многие со мной согласятся, чем больше читаешь с возрастом, тем больше влюбляешься в этот текст. Удивительное дело. Это одно из свидетельств того, что мы имеем дело с богодухновенной литературой, с настоящим божественным откровением. Этот текст не надоедает. Даже если человек его учит наизусть, что было, например, в практике древних монастырей, когда книга была роскошью, и монахи из скромности, чтобы не держать у себя предмет роскоши, просто заучивали Библию наизусть. Я думаю, что придет время когда-нибудь и нам в период гонения или же какого-то стеснения, которое всегда время от времени накрывает христианский мир, придется вернуться к этой практике. Но это благословенное дело, потому что освещать свою память фразами из Евангелия или даже большими отрывками из Евангелия – это одно из замечательных духовных упражнений. И это никак не противоречит тому, что сам Христос не писал этот текст, потому что не в этом состояла его миссия. И то, что он доверил выполнение этого дела своим ученикам, этого сложнейшего, ответственнейшего дела ученикам, ободряет каждого из нас неимоверно. Меня, например, это вдохновляет, потому что это лишнее доказательство того, как Господь в нас верит. Я не знаю, наверное, ни один взрослый человек не может сказать, что он до конца может кому-то поверить, потому что столько раз нас обманывают или случаются какие-то огорчения. Люди очень разные. На человека очень трудно положиться. Даже пророк Давид говорил, что не надейтесь на князя, на сына человеческие. В них же нет спасения. Никто не надеется, а Господь верит в человека. А Господь надеется, любит, жалеет. И даже такое священное дело, как написание Евангелия, он доверил своим ученикам, несмотря на то, что они не всегда были на высоте, мягко говоря. Но, тем не менее, текст действительно богодухновенный, ободряющий к жизни текст, на котором, на самом деле, как на какой-то гранитной скале выстроено и до сих пор держится наша хрупкая христианская цивилизация. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует...